Студенческий десант побывал в гостях теперь у кинолога в коме. В рамках всероссийской акции, организованной Министерством внутренних дел, учащимся столичных вузов, продемонстрировали способности четвероногих полицейских, а также поведали о некоторых секретах дрессировки служебных собак. Сейчас в региональном центре содержится около 30 породистых стражей порядка и 10 щенков. Впрочем, уже через пару лет число хвостатых сотрудников может вырасти вдвое. Почему, расскажет Евгений Ракин. Образцовое выступление служебного дуэта публика восприняла с восторгом. Еще бы, четвероногий напарник Сергея Каратаева все команды выполнил безукоризненно. Впрочем, все это скорее показное, отмечает старший инспектор. На самом деле в службе ценится не только выучка, но прежде всего хорошее обоняние и выносливость лохматых полицейских. Воспитать такого дело не хитрое. Гораздо сложнее найти подходящего щенка, который должен быть не только чистой породы, но и достойных кровей. Хороших рабочих собак очень мало. В принципе, в России шоу собак много. Шоу – это и по, допустим. Там на задержание собака ходит, хождение рядом, запортировка бегает. Но это все шоу. А вот именно для работы, для поиска и обнаружения взрывчатых веществ, наркотических средств и психотропных веществ, а также поиска людей. И поэтому выбирать по крови надо именно с питомников. Мы ищем, созваниваемся, ищем собак с хорошими кровями. Сегодня в центре кинологической службы МВД по коме почти 40 служебных собак, включая и подрастающую смену. Это не так уж и много, если учесть, какую работу выполняют четвероногие сотрудники. Начиная от патрулирования улиц, охраны объектов массового скопления людей и заканчивая уголовно-розыскной деятельностью. Впрочем, служба развивается. Через пару лет на месте центра появится современный кинологический городок. Причем по площади вдвое превосходящий нынешний. Уже через пару месяцев собаки в погонах должны переселиться в новые просторные вольеры. Кроме того, уже под крышей стоит и хозяйственное здание. Остальную часть займет дрессировочный городок, трехэтажное административное здание, современная ветеринарная клиника, обеспеченная всем имеющимся ветеринарным оборудованием, боксами отопления для больных и животных, ну и территориями для разведения молодого поголовью. Общая стоимость проекта около 250 миллионов рублей. Средства выделяются из федерального бюджета. Завершить строительство планируется в 2016 году.